красавчик ты не делай такое лицо ты слушаешь что умные люди говорят доброе утро всем ну или что у вас там сейчас у меня утро и как вы уже поняли по антуражу я нахожусь в гараже где жду кузю мы с кузей собираемся поехать на рыбалку как опять же вы наверное поняли по названию видео но кузя сейчас с утра уехал по делам а я приехал в гараж чтобы привязать пару мормышек и самое главное прикрутить поменять болты винты на ледяном буре потому что как вы помните прошлом видео потерялся один один винт и я купил новые каленые черные под шестигранник и попробуем посмотрим и попробуем закрутить их без дополнительных мер и посмотрим получится ли затянуть ну в общем я пока поковыряюсь здесь пока жду кузю на улице тепло ну то есть плюсовая температура уже второй день или третий все тает все течет но слава богу нет дождя вчера был дождь не знаю как там на озере будет будет ли снег на льду будет ли вода на льду посмотрим очень не хотелось бы чтобы был слой воды потому что перемещаться по такому льду крайне и крайне затруднительно но поживем увидим а пока сделаем то что надо сделать сначала откручу запомнить какой есть какой я первый раз когда купил зубур когда на рыбалке его собирал на видео это и было я с ним приехал сразу можно сказать с магазином я не знал какой нож на какую сторону поставить и сначала неправильно поставил и думал что не сверлит потом переставил мучился там крутил ключами от квартиры вот такой вот таким рыбаки короче говоря вчера я смотрел видео там знакомый павел он смотрит павел тот у которого и на рыбалке есть все лодка там вертолет ну там эхолотов несколько ну я конечно может чуть преувеличиваю но там вообще все по моему есть ну вот это контраст между рыбаками любителями даже не любителями что там еще ниже любительского уровня и профессионалами которые у которых там чего только нет как говорится ключом затянул шляпки чуть торчат но мне кажется это не критично посмотрим как они будут удержаться потому что кто-то говорит что надо фиксатор капать сам или специально эту белую такую типа ленту вставить как сантехническую саня шмель ему привет говорил что ничего не надо просто купи каленый говорит затяни как следует шестигранником и никуда эти ножи не денутся ну попробуем я купил 44 вот таких винта и еще два сверху взял на всякий случай и дополнительно эти положу в коробочку запасные ключик чтобы не мучиться можно было подтягивать без ключей там квартиры и так далее сейчас у нас 850 это для рыбалки конечно поздновато но мы с кузей как всегда мы никогда не можем уехать рано вот кузя еще что-то никаких сигналов не давал но я как бы на низком старте только ножи поменять и на удочку окунь мормышку прорезать все можно ехать надеюсь справлюсь ну вот Удочки тоже готовы, основные удочки Еще есть две Те, что я дарил Кузе Те я еще не снарядил Ну Кузя оставил мне их Чтобы не таскать Так что я вожу И свои удочки, и его удочки Но их надо еще снарядить, леску намотать Не знаю, сейчас успею или нет Кузе еще не звонил И еще есть две советские удочки Может быть их тоже по приколу снаряжу Может ими лучше будет ловиться, не знаю Не знаю, успею ли сейчас Но хочу довести их тоже до ума Чтобы они были тоже в порядке Зачем? Не знаю Когда-то половлю какой-то одной Потом другое, не надо мормышки перевязывать То есть на все разные поставил и пробуй Как-то так Еще есть вот такая секушка Ну типа я называю это спиннинг для лунки Это Кузина У меня такая же, но у меня катушка попроще А я Кузе купил катушку подороже Она типа вот здесь такой крутилкой Трещащей Но в какую бы сторону я ее не затягивал до конца Катушкой нету тормоза То есть вот если взять за леску Она всегда свободно раскручивается Как бы когда я ее пытаюсь смотать То она работает как-то странно И я не понимаю почему Или эта катушка бракована Или что-то неправильно сделано Очень странно работает Может я как-то ее наоборот поставил Я не знаю Или Кузя наоборот Нет, Кузя ее ставил Надо снять с себя ответственность Не знаю почему Может быть брак Может что-то я делаю не так Вот кто знает Вот такие вот катушки Может быть можете подсказать Может что-то не так Странно Наконец Кузя подал сигнал И я, сложив заранее приготовленное Отправляюсь за ним Ну а дальше На уже всем вам известные места Пруды и озера местной Рублевки Поселка Амаценс Поселок встретил нас низким небом Легким туманом и почти что тишиной Изредка от ближайших домов Доносились людские голоса Лай собаки Звуки быта Тепло последних дней поело снег А лед покрылся тонким слоем воды Но передвигаться оказалось не так сложно И мы пошли Ну что, сейчас попробуем Другое дело Тебе там Саня Шмель писал Что надо делать паузу больше Типа чтобы Блесна успокоилась И тогда типа происходит удар Ты не делай такое лицо Ты слушаешь, что умные люди говорят Сделаю паузу Скушай твикс Сегодня определенно комфортнее Чем в эти морозюки Я, кстати, пока вешал мормышку На старую удочку Старую дедовскую мормышку Поднял он Случайно поднял этот поролон Который там Ну, в этой коробочке И нашел там тайничок Тайничок? Ну, типа Там было Искусственные опарыши Они реально выглядят как эти Только из силикона Можно попробовать Интересно ранее Ну и там всякие Какая-то наждачная бумага Зачем-то Не знаю Наверное, полировать мормышки Скорее всего Чтобы подзаточить Короче, Кузя пробует Мной привязанную мормышку Нового цвета Ты его можешь подтянуть Этот кивок чуть-чуть Я пытаюсь Вот его чуть-чуть Подтянуть Вот тут Дыронька для лески Да, ерши достают Они их не подсечь Они тягают этих червей Срывают? Ну, вот Кузя говорит Он ездил Ну, он ездит там По травмам Ну, посидим Минуточек Надцать И если ничего Пойдем Ничего Нет смысла сидеть Что-то ждать Привет На малом пруду Где летом был отменный клев Вновь была тишина Рыба то ли ушла То ли дремала Зимним коматозным сном И мы решили перейти На большое озеро Попытать счастье Там Короче, на темную не хочет На темную мормышку Попробую На золотистую На большую Я понял Если Я тут просто еще на камеру Если на большую не пойдет Попробую На старую удочку И на старую А? На тротил На старую удочку И на старую Мормышку А если не пойдет На старую удочку Старую мормышку Ну, тогда уже Как Кузя говорит На тротил Будем ловить Шашечку Тротила Хотя зимой Нерезонно Тротил Как ты рыбу-то Вытащишь С очком Откуда? Ну, ты же Митя Со льдом Бабахнешь Я думаю Там будет В перемешку Лед с рыбой Ничего-то не достанет Ледяной Рыбный Коктейль О, смотри С какими-то Пиявками Кузя Открыл счет Поймал Окуня С какими-то Пиявками Вон, видишь О О О Да-да Мазиты какие-то Сошел Кузя 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 Вторая рыбина Сегодня Он открыл счет Окунем И продолжает И продолжает А я поймал Одного верша Вот она Килька рыба С голубым отливом Запусти Это то, что мы называли Бассейном Глухая лунка Наполненная Талой водой Дело в том, что Ведро мы забыли И проблему нужно было Как-то решать Блин 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 Уход А Уход С Уход Уход Кузя снова поймал Очередную кильку рыбу Кильку рыбу То есть это значит одно Что сегодня жерлицем быть Да, Кузь? А? Я говорю, жерлицем быть сегодня? Да, насверли лунок, пожалуйста Сколько? Сколько у нас тут бассейна? Три А где бассейн? Ну там, где ты стоишь Там на видео один писал По-моему, даже Павел писал Что? Что? Сейчас вот не вспомню Но по-моему, что-то Что карабинчик не надо ставить на тройник Что ли? Что-то такое Почему? Не знаю Именно по поводу жерлиц было Что-то такое Рыба крупная Главное, чтобы не подняла Сама флажочек Сильная Флажки расставлены И осталось самое трудное Ждать Хотя здесь Это не самое трудное Мы же на рыбалке А значит будем продолжать рыбачить Время от времени Я еще и на съемку отвлекался Немного сетуя на то Что пейзажи слишком блеклые и пасмурные Мы с Кузей перешли Ближе к берегу К траве Попробовать здесь Несмотря на то, что у берега Глубина достаточно большая Не скажу точно сколько Но большая Я думал, что будет мелко Вот И пока Глухо и тихо Мы только-только сюда пришли У меня мысль Что если здесь не будет Схожу на середину Может быть рыба На середине Хотя хрен поймешь Эту рыбу сейчас Но Жерлицы стоят Еще две свободных Может быть И их Получится поставить Будем пробовать Погода вроде ничего Сегодня Солнышко немножко И Легкий ветер Но плюс И Не так Холодно А лунка хорошая попалась Одна причем Словно услышав мои мысли Сквозь тучи пробилось солнце И на душе стало легче и теплее Все же Скоро весна О чем незамедлительно Стали сообщать Своим звоном синички Совсем уже так По весеннему О близкой весне Свидетельствовала И другая живность Обнаруженная мной Прямо здесь На льду Красавчик Попробуем Попадется ли что-нибудь На Искусственных О искусственных Мотылей У нас уже Ерши Замучили Я думаю Что может быть Надо взять И сварить уху Потому что Уже не раз писали Что Очень вкусная Уха Получается Если будет Достаточное Количество Наколотим То я возьму Наверное Что-то неохотно Сразу затих Есть такие небольшие Ударчики Но Неохотно Желейные черви Не очень Отдельно Надо рассказать О воронах Эти подруги Были явно Заинтересованы Нами Вернее Не совсем Нами А возможной Рыбкой Которую Рыбаки Нередко Оставляют На льду Они Осторожно Окружали Нас Время От времени Перекаркиваясь Между собой Важные Такие План у них Короче Мы решили Уже на сегодня Все Кузя Вот там На фоне Собирает Жерлицы Ни одной Сработки Ерши Килька рыбы И один окушок Вот Больше Ничего не было Решил Что в следующий раз В этот раз Нет А в следующий Буду Ершей Брать Потому что Уже неоднократно Писали Что вкусная Уха Я наверное Буду брать И Будет повод С вами Еще раз Встретиться И сварить Попробовать Сварить Уху Из ерша Вот Как-то так Кузя Что вы имеете Сказать В заключении Нашей Сегодняшней Рыбалоньки Рыбалоньки Фиговая Рыбалонька Опять Ни один Сложок Не сработал Если честно Я очень ждал Я очень надеялся У меня была Надежда Что Хотя бы Один Флазочек Работает Но Увы Ах Не сработал Ни один Увы Он там Бьется Полосатик Море какой тут Живчик Беги товарищ Оба Бежал До следующего раза Еще одна история В копилочку Нашего замечательного Канала Всем удачи И до скорого Пока Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова